Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я к вам с осенним макияжем, снимаю я это видео не сама, а с прекрасным блогером Ольгой Глосс. Олечка просто яркая как солнышко, обожаю ее смотреть, у нее на канале вы найдете очень много интересных обзоров косметики, покупок, лайфхаков, макияжей и кучу-кучу еще всего. Она сегодня сделает вот такой вот нежный, красивый макияж с просто невероятно светящимися глазами. Ну а я вам сегодня покажу вот такой вот насыщенный, яркий макияж. Я такой макияж могу носить и днем, но мне кажется, все-таки для большинства из вас будет более вечерний образ или же на выход. Но решайте сами, я вам хочу просто показать, как это все делать, какие продукты я для этого использую. И если вам интересно, приступайте к просмотру. Ну что, девчонки, давайте приступать. Первым делом я наношу кушон от Sephora, мне он очень нравится. У него тонкое покрытие, но тем не менее хорошо перекрывает он. И что мне нравится, вот в принципе, в чем разница, да, у меня был кушон от Sephora и кушон от Misha. То вот в Sephora он дает более матовый финиш и после вот того, как он более-менее усядется, даже буквально, наверное, через секунд 5-10, он становится уже более матовым. Не прям таким именно, как запудренным, но матовым и живым. Просто отлично и за счет этого у него увеличивается стойкость. Поэтому присмотритесь к нему обязательно. У меня оттенок Крим 20. Теперь под глазки я буду наносить консилер от Catrice. Это у меня Light Perfecting Concealer. Мне он очень нравится, потому что он имеет достаточно легкое покрытие, но тем не менее хорошо перекрывает тон. Я сначала его распределяю пальчиком. Под зоной вокруг глаз, как бы даже именно распределяю, не вбиваю его, не наношу его прямо идеально, а распределяю для того, чтобы сделать такой основной слой. И затем уже я буду просто это все растушевывать бьюти-блендером. И теперь беру бьюти-блендер и растушевываю, хорошенечко втушевываю его. Я всегда так делаю и на себе, и на клиентах. Мне так удобно. Так тон наносится очень ровным слоем. Единственное отличие, что на клиентах я наношу сначала консилерки. Теперь на область под глазами я буду наносить пудру от Maybelline Finimat. Я ее люблю использовать дома, в домашних условиях. Она дает мне легкое покрытие. И иногда я даже могу не припудривать само все лицо, а припудривать только зону под глазами, так как кушон имеет чуть-чуть более пудровую текстуру, то в принципе это не обязательно. Но сегодня давайте пройдемся для того, чтобы коррекция у нас была более ровной. Просто легкой пушистой кистью, легкими движениями нанесем на все лицо. Бровки у меня покрашены, потому я буду их оформлять лишь пудрочкой из этого двойного карандашика от Maybelline Бров Сатин. Что, бровки я уже оформила. Если вы хотите поподробнее посмотреть, как я оформляю брови, в видео я оставлю ссылочку вот где-то здесь. И закреплять я буду бровки при помощи геля для бровей от Bourjois. Мне он в принципе нравится. Он не железобетонно бетонирует, знаете, как брови бывает. Вот Artvisage гель именно прозрачный. Он делает такие, что их с места не сдвинешь. А этот больше такой, как тушь и немножко с фиксирующим эффектом. Позволяет сделать их более послушными, но все-таки пластичными. Вот то, что мне в нем нравится. И достаточно он пигментированный. Если мне нужно срочно куда-то выбегать, то я могу просто, в принципе, пройтись этим гелем для бровей по бровям и бежать, куда мне нужно. Так, ну и, конечно же, переходим теперь к глазам. Я буду использовать как базу тени от Maybelline Color Tattoo в девяносто первом оттенке. Cream de Rose. Мне они нравятся тем, что они ложатся плотным слоем и перекрывают все какие-то недостатки на глазике, какие-то венки, покраснения, возможно. И мне очень нравится, как на них тушуются тени. Ничего не скатывается, цвет ложится очень плотно. И вот они мне очень нравятся как база, очень часто использую. И вот в баночке вот осталось уже практически ничего. Теперь из палеточки ZOEVA Natural Yours я наношу светлый оттенок, полностью запудриваю все веко. Для того, чтобы у нас лучше тушевались тени и ничего у нас не скатывалось, не ложилось пятнами и так далее. Первый оттенок, который я буду наносить, будет из палетки ZOEVA COCO BLEND, такой рыжий. И я наношу его немножечко, чуть выше складки века. И заходя немножко тоже на складку, это будет наш самый такой вот светлый в макияже переходной оттенок, который нам будет создавать тень просто. Именно от складки. Наношу его легкими движениями, тушуется все хорошо, за счет того, что мы до этого нанесли полностью на все веко уже светлый оттенок теней. И у нас ничего не ложится пятнами. Я не наношу его сильно интенсивно, потому что у нас будут более темные цвета. Этот мне нужен просто действительно как такая некая тень. И то же самое делаю со вторым глазом. Теперь буду использовать палеточку от Sleek Garden of Eden. И буду наносить такие два коричневых оттенка. Один у нас здесь с такой более сероватым потоном и с золотыми вкраплениями блесток. И второй именно с таким же матовым и немножко красноватым он идет. Так что сначала я беру кисть от ZOEVA 228. И буду, она такая заостренная. И буду наносить в складочку оттенок тот, что с серым потоном и с блестками. Смотрю немножечко наверх и наношу в саму складку этот цвет. Как бы обводя глаз, доходя практически до внутреннего уголка глаза. И немножко протягиваю это все на внешний уголочек к вискам. Теперь то же самое делаем на втором глазике. Теперь беру этот вот более темный красноватый оттенок и кисточку ZOEVA под номером 224. Она маленькая такая. Изначально мне показалось, что она бесполезная, но потом я ее настолько полюбила. И очень люблю ей наносить темный самый оттенок в складочку века, либо же в уголок. Наношу самый темный оттенок сначала во внешний уголочек. Делаю, топчусь на месте, делаю такую вот точечку. И потом уже протягиваю в саму складочку. Все очень просто. Мы просто наслаиваем от самого светлого до самого темного оттенка, делая переходы и градиент. И также, конечно же, вытягиваю немножко к височку. И то же самое делаю со вторым глазиком. Так, мы нанесли все три цвета. И теперь я хочу немножко это все подтушевать. Беру вот такую вот кисть из китайского сайта. Это наподобие MAC 224, пушистая такая. И буду растушевывать полностью все по верхней границе нашей тушевки. Немножечко для того, чтобы смягчить это все. Так, теперь из палеточки ZOEVA Natural Ears я наношу такой оттенок Pure. С таким вот бежево-сероватым подтоном. Я его наношу полностью на все подвижное веко. Немножечко заходя на внешний уголочек, на коричневый цвет. Затем я еще раз пройдусь коричневым для того, чтобы создать идеальный такой вот переход. Подтушевать. Наношу я это все кистью от ZOEVA 234 Luxe Smoky Shader. Плоская, очень удобная, маленькая кисточка. Теперь беру кисть, на которой был у нас самый темный оттенок. И немножко пройдусь по границе светлого с темным, для того, чтобы создать мягкий переход. Теперь наносим самый интересный оттенок из палеточки этой же Sleek. Мы наносим темно такой зеленый оттенок. Наносим его вдоль ресничного края нижнего, нижних ресничек точнее. И практически доводя до внутреннего уголочка. В внутреннем уголочке мы немножко сужаем линию нашу. Но и более расходимся, более делаем широкую к внешнему уголочку. Соединяя как бы верхняя часть и нижняя, у нас должна немножко соединиться. И я буквально чуть-чуть зеленый завожу как стрелочку. Не вывожу прям как стрелку, а свожу его и немножко протягиваю дальше самого уголочка, самого слизничка вот здесь. Так что, чтобы оно смотрелось гармонично и не смотрелось как две разные такие полоски. Теперь этот цвет хорошенечко растушеваем. И сейчас будем наносить более светлый, немножко с перламутром. Теперь мы берем вот такой вот светлый зеленый оттеночек, шиммерный. И наносим его совсем чуть-чуть по границе зеленого нашего темного. Буквально капельку для того, чтобы смягчить переход и сделать немножко такой яркий акцент. И во внутренний уголочек глаза я буду наносить самый светлый оттенок из палетки ZOEVA Natural Yours. First Love. Совсем молочный, совсем светлый-светлый. Наношу его в уголочек глаза. И возьму немножко зеленым, чуть-чуть продлю и смешаю с этим цветом. Теперь поработаем немножко со слизистой. На слизистую я наношу светлый карандаш от Golden Rose в оттенке 122. Я наношу его достаточно обильно для того, чтобы потом затушевать его немножко зелеными тенями. Так как мне не нравится, что в контрасте с зеленым цветом, который мы нанесли на нижнее веко, нижнее слизистая смотрится немножко такой голой. И теперь маленькой вот такой вот кистью тот же самый темный зеленый оттенок я натушеваю на этот белый карандаш. Потому что именно зеленого карандашчика у меня как-то нет. Я об этом не подумала. Но вот я уже так неоднократно делала, когда натушевывала на белый карандаш тени, либо даже на белую базу какую-то тени и смотрелось и держалось это достаточно неплохо. Вот так вот мне нравится намного больше. Нету никакого белого просвета на глазах, потому что до этого было как-то все инородно смотрелось. И в принципе с макияжем глаз мы полностью закончили. Теперь осталось только накрасить реснички и переходить уже к оформлению лица. Реснички я буду красить при помощи туши от L'Oreal Volume Million Lashes Fatal. Такие смешанные у меня пока не чувства. Достаточно неплохо разделяет и прокрашивает, но она очень и очень мажется. Первое время и первые недели две ей очень сложно красить. Я накрашу, наверное, реснички за кадром и вернусь уже к вам. Девчонки, мое мнение кардинально поменялось, потому что я не пользовалась тушью неделю. И за эту неделю я не знаю, что с ней произошло. Она мне идеально разделила и распушила реснички, сделала классный объем. Я очень довольна, не нанесла лишнего продукта. Видимо, она просто вот уже начала нормально действовать, подсохла. И я просто в шоке. Обалденно. Можете сами посмотреть, какие длинные реснички стали. И самое главное, что часто у меня бывает такое, что ресницы становятся объемными и длинными, но склеены. И то есть видно очень сильно, что они прокрашены несколько раз, несколько слоев. Здесь же мне нравится то, что они именно имеют такой пушистый вид. Так, ну что, переходим теперь к оформлению лица. Оформлять буду палеточкой Зоева Роуз Голден и корректирующим оттенком и кисточкой от Зоева. Кстати, в скором времени уже наконец-то я сниму видео о кистях Зоева, потому что все никак не могу отснять его. И хочу снять вам тоже про именной чехол, который у меня есть сейчас. Мне сделали его, мне очень понравилось его качество. Потому что скоро будет видео, обязательно ждите. У меня свое мнение о кисточках Зоева и не особо такое прям супер-супер, потому что немножко они меня, конечно, в некоторых аспектах разочаровывают. Ну, об этом уже будет в том видео. Не буду делать спойлеры какие-то. Теперь я буду использовать румяшки от I Love Makeup в оттенке Candy Queen of Hearts. Я уже неоднократно про них вам рассказывала. Это мои любимые румяна. Улыбаюсь и наношу на яблочки. И немножко продвигаюсь на саму скулу, там где я буду наносить в дальнейшем хайлайтер. Потому что эти румяна еще и несут такой тоже небольшой эффект хайлайтера. Они именно идут шиммерные и светящиеся. Теперь, конечно же, наношу хайлайтер от The Balm Mary Lou. Наношу его на спинку носа. Немножечко на лоб, совсем чуть-чуть на скулы. Я не наношу его сегодня много, потому что хочется сделать такой более матовый что ли макияж. Ну, конечно, мы здесь добавляли немножко шиммерных оттенков, но не хочется сильно перегружать свечением лицо. Теперь дело переходит к губам. На губы я буду наносить помаду от Golden Rose. Обожаю ее. Long Stay Liquid Matte Lipstick в оттенке 12. Обалденная помада такого бордово-коричневого цвета с вкраплением золотых блесток. Даже это не блесток, это реально золотой шиммер. На губах его практически не видно, но он добавляет какую-то такую свою изюминку, что смотрится просто бомбически. И пахнет эта помада просто обалденно. Ну что, девчонки, вот такой вот макияж у нас с вами получился. Дерзкий, вечерний, со своей изюминкой. Мне очень нравится сочетание этих цветов коричневого, бордового и зеленого. Я просто осенью обожаю эти цвета. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Заходите обязательно на канал Колечки, смотрите ее видео. Подписывайтесь на наши каналы. И всех вас люблю. Море вам улыбок. Всем пока-пока.